Братья и сёстры, сегодня прозвучал текст из Ветхого Завета, очень сложный, кстати. Брат Иванов его процитировал. Я решил немножко тоже взять этот же текст, немного его прокомментировать, сделать такую, так скажем, текстовую проповедь. Мы будем только на один текст рассуждать этот. Думаю, это текст по нашей сегодняшней теме, а молимся мы в большей степени о детях, поможет нам в наших духовных рассуждениях. Мы возвращаемся в наших рассуждениях. Четвертая книга Царств к пророку Елисею. Итак, Четвертая книга Царств. Вот то событие, которое случилось с растерзанием 42 детей. Друзья, говорить-то это легко, но представить даже смерть одного человека, согласитесь, это крайне сложно и волнительно, и очень переживательно. И этот текст часто задает вопрос, кто Библию читает или слышал, почему так, это что такое. Мы попытаемся ответить на вопрос, почему так. Итак, читаю, пророк Елисей возвращается после того, как Господь на огненной колеснице восхитил на небо пророка Илью. Пророк Елисей. Пророк Елисей в этот момент находился в городе под названием Иерихон. Интересный город. Этот самый первый город, который завоевали сыны Израилевы, завоевали чудесным образом. Помните, они раз в день должны были обходить этот город, и в последний день, в седьмой, они должны были обойти город, или в шестой, не помню. Семь раз они должны были обойти, истинно города рухнули. Кроме Рааф и ее родственников, и его знакомых в этом городе, никто из хананеев, живших в этом городе, не спасся. Теперь Иисус Навин, посмотрите, что сказал про этот город. Интересные очень слова. Я читаю, посмотрим, давайте, книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. В то время Иисус поклялся и сказал, Иисус Навин 6, 25. «Проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Интересный текст. Почему? Оказывается, почему нельзя восстанавливать Иерихон, собственно говоря? До такой степени этот город поклонялся идолам, мы можем так сказать. Второе. Этот город был самый первый, который завоевали сыны Израилевы на пути их завоевания в землю Бетаванова. И пророчески, видя, что будет дальше с народом израильским, это пророчество, прежде всего, что тот человек, который не будет иметь в себе страха Господня и захочет восстановить этот город, он за восстановление этого города заплатит смертью двух своих сыновей. Они умрут. Но дальше мы будем говорить, почему, собственно говоря, нельзя было восстанавливать. Но этот город был восстановлен, а он был восстановлен, третья книга царств, во дни нечестивого царя Ахава. Был такой нечестивый царь Ахав. Начитаем третья книга царств, давайте посмотрим, 16.34. В его дни, во дни Ахава, Ахиил, вифилянин, из Вифиля был Ахиил, построил Ерехон, на первенце своем Авераме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которую он изрек через Иисуса, сына Навина. Основание – это начало строительства, а построить ворота – это уже завершение строительства. И вот и начало строительства, и завершение крепостных стен этого города было через могилы сыновей. Сыновья умерли. Ну а теперь давайте посмотрим, а где находился Ерехон. По карте этот Ерехон находится возле Иордана. И он находится чуть-чуть в стороне, так скажем, от основного народонаселения земли Израилевой. Но хотят в масштабе Дальнего Востока, друзья, по большому счету, все там близко. Но он в стороне. Поэтому люди, которые хотели поселиться в Ерехоне, они хотели немножко в стороне быть от народа Божьего. Ну потому что хотели жить свободно. Ну бывает так, к сожалению, среди верующих. Люди не хотят особенно быть в церкви, и своим переездом пользуются, в том числе и по поводу того, чтобы никуда уже не ходить. Вот я уезжаю, переезжает человек в какой-то другой город, или вообще о духовном основании и воспитании своих детей не задумывается, или вообще переезд за него – повод уйти из церкви, друзья. И вот в Ерехоне поселились люди, которым надоели заповеди Божьи. Теперь обращаются они к пророку с просьбой. Что за просьба у них? Какое-то время они уже жили там, но возникли проблемы. Читаю 4 Царств 2,19. «И сказали жители того города Елисея, вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода не хороша и земля бесплодна». Друзья, как раньше люди селились? Где люди старались селиться? А вот «Гордый Амур», как в стихотворении, помню, рассказывал дедушка Александр Алексеевич, он всю жизнь запомнил. «Как гордый Амур и красавица Зея слились вы по нраву на ваша затея». Это на свадьбу дедушка рассказывает в стихотворении. Почему люди поселились возле гордого Амура и красавицы Зея? Воды много. Это не только в Благовещенске, это и везде. Люди стараются селиться возле рек. Почему, спросим мы, люди стараются селиться возле рек? Ну, потому что это источник воды, правильно. А с другой стороны? Это транспортная составляющая. Киев почему получил такую большую выгоду? Потому что был так называемый путь. Из Варяг в Греки, то есть можно было через Днепр, пройдя через пороги Днепровские, войти в Черное море, приплыть в Константинополь, поторговать, вернуться обратно. Но вот у Ерихона этого преимущества не было. Почему у Ерихонова? Вообще-то город хороший, говорят местные жители. Но какая проблема? Смотрим еще раз этот стих. Вода не хороша. Друзья, но если вода не хороша, то какая бы ни была земля хорошая, она все равно будет бесплодна, плодов не будет. Ну, допустим, если в воде будет большое содержание соли, да? Или железа там, или еще что-либо. Ну, вот когда у нас паводок-то был, собственно говоря, в этом году у нас постоянно паводок. Из крана какая вода, да, друзья? Ну, не очень, да, у большинства. Почему? Ну, потому что сильные средства обеззараживающие, иначе нельзя. Ну, пить ее из-под крана. Я не знаю, у нас сейчас пьют из-под крана вообще воду. Мне кажется, уже прекратили, да? Помните те старые добрые времена, когда воду из-под крана топили? Ну, сейчас еще можно, это уже как исключение из правила. Земля бесплодна, вода плохая, но город какой? Ну, город хороший. Удивительно, да? Ну, дальше. То есть, до такой степени хотели жить отдельно от народа Божьего, что на все были согласны. И сказал, 20 стих, дайте мне новую чашу, положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду эту здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, который он сказал. И пошел он оттуда вифиль. Друзья, а как люди могли узнать, что вода стала здоровой? Сразу же, в этот же день, вот в пятницу он помолился, бросил стакан соли. В этот же день люди узнали, что вода стала здоровой? Или должен был пройти какой-то промежуток времени? А как вы считаете? У меня такое ощущение, что должен был пройти какой-то значительный промежуток времени, чтобы они убедились, точно вода стала хорошей. Ну, нужно проверить было. Но вот времени, я не думаю, что пророк там был все это время. И вот он идет вифиль, и случилось то, что случилось. Смеются малые дети. Так вот, что малые дети смеются, кто виноват? Это родители или дети? Ответьте мне. Ну, вообще так говорят. В русском языке переведено малые дети. А на языке оригинала это ивритам выражение, как подростки. То есть это старшие дети. Это не пятилетние. Это не шестилетние. Это одиннадцати-двенадцатилетние. Почему? В чем разница? Сейчас, мне кажется, что пятилетние, что двадцатилетние, часто разницы нету, да? Но это не так раньше было. Вообще, вы знаете, что проблемы переходного возраста, это проблемы не больше пятидесяти лет. Переходного возраста не было. Как это понять? Ну, в двенадцать лет девочка знала уже сто секретов, как можно картошку приготовить. Мальчики разбирались, как вала запрячь, как с конем разобраться. То есть детство заканчивалось сразу переходом во взрослую жизнь. Не было такого времени, когда вроде ты и взрослый, и времени много, а делать нечего. Это называется проблема переходного возраста. Тогда этого не было. Так кто виноват? Родители или дети? Друзья, дело в том, что во сколько лет, как вы считаете, дети выходят из-под родительского влияния? Они могут постоянно находиться под влиянием родителей? Или нет? Вы согласны, что дети не могут находиться постоянно под нашим влиянием? Вы с этим согласны? Теперь, друзья, у христиан есть цель – дать правильное направление детям. И дети в какой-то возраст из-под нашего влияния, как бы мы этого не хотели, уходят. Вы с этим согласны? У них формируется собственная личность, они сами делают выбор, и они ответственны за свой выбор. В каком возрасте? Ну, вот у евреев считалось максимум в двенадцать лет. Направление дано, люди сформировались как личности в двенадцать лет. Вот у них было такое понимание, даже, друзья, диву даешься, да сейчас двенадцатилетнему, что мы можем поручить? А тогда все поручалось. Ну, теперь, что касается ответственности. Кто ж виноват-то, дети или родители? Текст один. Предлагаю, Иезекииль, восемнадцатая глава. Иезекииль, восемнадцатая глава. Интересная очень глава. Почитайте дома. Я буду читать выборочное. Пятого стиха. А если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих. Седьмой стих. Никого не притесняет. Должнику возвращает залог его. Хищение не производит. Хлеб свой дает голодному. Девятый стих. Поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренне. Это он праведник. Он непременно будет жив, говорит Господь. Но если у него родился сын, разбойник, проливающий кровь, и делает чего-нибудь из всего того, что он сам не делал совсем. И дальше перечисление грехов. Тринадцатый стих. То будет ли он жив? Нет, не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видев все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им. Семнадцатый стих. Поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. Девятнадцатый, двадцатый стихи. Обратите внимание, друзья. Вы говорите, почему сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца. И отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается. Это как понимать, друзья? Это надо понимать следующим образом. До какой-то степени мы несем ответственность. Я говорю сейчас про христианские семьи. У нас есть возможность воспитания наших детей. Мы несем ответственность за своих детей. И наступает такой момент, нежелательный для родителей, как бы мы ни хотели, но он приходит, когда дети вступают во взрослую жизнь. И они делают собственный выбор. Эти выборы разные, которые мы одобряем, и от которых у нас судороги по лицу и по другим частям тела. Это их выбор. Друзья, это их выбор, и это их ответственность. И в этой связи, друзья, слова небезызвестной песни в наших кругах, они не совсем соответствуют. Вот книга пророка Иезекииля, да другим текстам. А что за слова? И родители будут в ответе за детей перед Богом всегда. Вот задумайтесь. Если какие-то упущения в детстве ты допустил, да, в какой-то части ты несешь ответ, но когда он становится взрослым и делает свои неправильные выборы, ты не несешь никакой ответственности за своего взрослого ребенка. Он сам несет ответственность, благословение, проклятие. Он сам делает выбор. Душа согрешающая, та умрет. Друзья, поэтому я так понимаю, что дети были виноваты. Конечно, родители не могли заложить в них духовного никакого основания, потому что переехали в Иерихон, чтобы жить подальше от народа Божьего. Что они могли заложить? Поэтому, конечно же, какая-то часть была и родителей, но была и ответственность уже детей, которых таким образом попустило наказание Господне. Из этого, друзья, можно сделать выбор. Все равно мы до какой-то степени отвечаем за своих детей, до какого-то возраста, чтобы дать им направление. Потом они вступают в пору. В пору своей, так скажем, духовной зрелости. И эта пора, она наступает достаточно рано. Дорогие подростки, дети, которые ходят на собрания, ваша совесть на более пробужденная и чуткая, чем совесть ваших неверующих сверстников. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, если ваш голос более чуткий и, зная, как поступать, вы поступаете неправильно, значит, вы уже начинаете нести ответственность за те неправильные выборы, которые в своей жизни делаете. Господь нам дает возможность поступать правильно. Каким образом? Есть заповеди Божьи, есть Слово Божьи. И цель наших служений, она как раз к тому и направлена, чтобы мы могли, ну, как бы, зажечься этим огнем служения Господу. Воспламениться вновь, если где-то у кого-то он затухает или его вообще нету, понимая о том, что каждый из нас несет ответственность. И Господь не хочет нашей смерти. Он хочет дать нам благословение. Сам человек ответственен за те выборы, которые в своей жизни он делает, как и те 42 подростка, с которыми случилось вот это несчастье в городе Ерехоне, который был восстановлен по такой большой плате двух своих сыновей. И отец положил, так скажем, на алтарь восстановления этого города, что было неправильно. Ну, из этого выбор, из этого тоже вывод можно сделать для нас, взрослых, какими выборами руководствуемся в своей жизни мы при переездах или при работе, когда выбираем. Если в результате этой работы меня постоянно не будет дома, или я не могу дать духовного основания своим детям, то, что будет дальше, какое направление своей жизни выберут они. Это тоже вопрос уже взрослым к нам, к родителям. Пусть Господь поможет нам и даст нам мудрости делать правильные выборы, потому что за каждое из них мы несем ответственность пред Господом. Аминь. Аминь. Аминь.